Казахстан Для того, чтобы закрыть, нужно, по крайней мере, доказать, что мы являемся правоприемником этой газеты. Есть ли юридические основания? Я их не вижу. Есть предположения со стороны прокуратуры, что мы являемся, так сказать, единым СМИ. Ну, должна быть логика какая-то. Впрочем, судопроизводство Казахстана на логику не способно. Больше года назад таким же образом запретили голос республики. Еще около 30 изданий, которые вне всякого закона окрестили единым СМИ и масс-медиа, которые оппонируют действующему режиму Назарбаева. У нас в Казахстане существует прецедентная система права. Это вопрос, какое решение вы имеете? Оно имеет прямое, потому что в качестве основного и единственного доказательства своих требований вы предоставляете решение Медовского суда от 25 декабря 2012 года. Это называется прецедент. Редакция «Асанди Таймс» готова предоставить анализ каждого материала, ведь если и судить газету, то за конкретное дело. Однако в этом вопросе разбираться никто и не собирается, а прокурор и вовсе не готов к дискуссии с юристом. Приказы, как говорится, не подлежат обсуждению. А здесь установка «закрыть не угодно Асанди Таймс» налицо. Статей я предусматриваю, что нет, но в этой связи я же вам повторюсь еще раз, что суд дал нам объективную оценку нашим доказательствам. Казахстанская фемида не учится на собственных ошибках. Как и на процессе по закрытию единого СМИ больше года назад, так и сейчас иск предъявлен не к издателю «Асанди Таймс», а к самой газете. Собственник лишь третье лицо в судебных слушаниях, тогда как ответчик, несколько листов газетной бумаги. Но этого маразма не замечает ни судья, ни гособвинитель. 21 апреля редакция «Асанди Таймс» во время премии все же попытается донести до председательствующего абсурдность происходящего. Казахстанская фемида «Асанди Таймс» Казахстанская фемида «Асанди Таймс»